Время оперативного совещания в администрации строго регламентировано. На повестке несколько важных тем, в том числе сезонных. Работа ведется как с обращениями жителей, так и по поручению главы региона. В начале отчет о работе предприятия «Теплоцентраль» представил заместитель директора компании Сергей Гриднев. Сегодня услугами компании пользуется подавляющее большинство жителей. По словам докладчика, предприятие неплохо справляется с оказанием услуг по теплоснабжению. В максимально короткие сроки стараются устранить аварийные ситуации. Однако немало вопросов возникает с долгами, в том числе управляющих компаний. Надо сказать, проблемы в сфере ЖКХ являются, пожалуй, самыми актуальными. И это требует обсуждения и решения. Именно поэтому на оперативное совещание пригласили не только докладчиков, но и представителей общественности. О транспортном обслуживании населения также шла речь на совещании. Вопросы наличия остановочных пунктов, удобства их расположения, а также льготы для групп населения и современные способы оплаты проезда наиболее всего волнуют жителей. Эти проблемы сегодня требуют согласованного решения. Озвучить их также немаловажно. Обсудили тему наведения порядка и благоустройства территории. В преддверии Пасхи люди идут наводить порядок на кладбищенских участках. Исполняющий обязанности главы округа Сергей Горелов особо подчеркнул, что состояние этих территорий необходимо проверять и своевременно вывозить мусор. Обеспечение безопасности и изменение в графике работы общественного транспорта в период Пасхи в дни православного праздника также стало темой для доклада. Затронули еще одну наиболее актуальную в весенние дни проблему – поджоги прошлогодней сухой травы. Это, по сути, стихийное бедствие. Одна из двух главных причин лесных пожаров и главная причина торфяных. За короткое время травяные палы охватывают огромные площади. Это такой же пожар, как, впрочем, и любой другой. А пожар проще предотвратить, чем потушить. И это значит, что необходимо отказаться от практики поджигать весной сухую траву, установить жесткую административную и уголовную ответственность за поджоги и изменить отношение людей к травяным палам. С прошлых выходных у нас увеличилось количество пала травы. В субботу очень много было выездов по тушению пожаров. В результате пожара один из граждан лишился строения. Вы знаете, что мы помогали и Балашихи, и работали наши расчеты на территории Лосиного острова. Поэтому сегодня я дал поручение осветить вопрос о ходе реализации мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону. В целом заслуженные темы, взятые на контроль, и поставленные задачи постараются реализовать. Лилия Тимеева, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».